Девушки отдыхают Впервые на экране Мекха В фильме также снимались Вишал Бакши, Прем Чопра, Раза Мурат, Дипак Ширке, Прид Хвизуци, Анил Наградх, Динеш Хингу, Ракеш Бэди, Бирбал и другие А также Шакти Капур Девушки отдыхают Девушки отдыхают Художник Бабан Редактор Пхаскар Рай Оператор Винни Цапру Автор сценария Мирок Мерза Композитор Бабул Продюсер Сатиш Шетти Режиссер Хамид Али Слушаю, говорит комиссар полиции Вам звонят из редакции газеты «Новая волна». Я хочу сообщить важную информацию. Сегодня ночью в доме Нагеша Линка состоится крупная сделка оружия. Там будет известный контрабандист оружия Ибрагим Балучи. Добро пожаловать, Ибрагим Балучи. Вы благополучно к нам добрались. Опасности подстерегают меня на каждом шагу. Но Ибрагим Балучи знает, как их избежать. Занимаясь незаконной продажей оружия, приходится рисковать. Деньги ты получишь, как всегда, после доставки товара. Нет. На этот раз я хочу, чтобы деньги мне заплатили не после доставки, а сразу после отгрузки. В прошлый раз мне пришлось долго ждать. Сто миллионов рупий мне нужны прямо сейчас. Иначе я прикажу отогнать грузовик с оружием обратно. Понятно? Ибрагим, не забывай, с кем ты разговариваешь. Мое имя Нагеша Линка. Я держу в страхе весь город, а ты осмелился мне угрожать? Здесь мои владения. Ты в логове смерти. И без моего Нагеша Линка позволения ты не сможешь и с места сдвинуться. Ясно тебе? Ты забываешься, Нагеша Линка? Ты обманул меня? В нашем бизнесе только идя по трупам можно достигнуть высот. Грузовик останется здесь. А вот ты и твои люди отправитесь отсюда прямиком на небеса. Даже и не мечтай. Я сейчас же ухожу отсюда, ясно тебе? Что ты делаешь? Что ты себе позволяешь? Отпусти меня! Ронни! Немедленно поймайте того, кто сделал снимок. Живо! Господин Линка, мы никого не нашли. Господин Линка, мы никого не нашли. Спасибо, Джайварма. Сообщив полиции о предстоящей сделке, вы проявили себя истинным патриотом Родины. Я всегда считал, что любой журналист должен использовать свое перо как острый меч для защиты своей Родины против таких преступных элементов. Ты поступила прометчиво, Джайварма. Ни одной тюрьме не удержать меня в своих стенах. Скоро я окажусь на свободе, и тогда твоим родным придется опакивать тебя. Арестовать его! Ты еще пожалеешь? Мы скоро увидимся. Нагишлинка, не думай, что ты одинок в этой войне. Твой друг Сатар Пратхан всегда с тобой. Журналист Аджай не только твой враг, но и мой злейший недруг. Из-за этого выскочки Аджая мне пришлось свернуть торговлю наркотиками. Я договорился с братцем Сатаром, брат. Ты только скажи, какой смертью должен умереть Аджайварма. Нагишлинка, чью имя наводит ужас на весь город, никогда не забывает и не прощает своих врагов. Ты не беспокойся, братец Сатар. После оглашения приговора мы быстро разберемся с Аджаемвармой. Уважаемый Аджай, мы гордимся тем, что в нашей стране есть такой самоотверженный журналист, готовый вступить в неравный бой с несправедливостью. Послушайте, нет предела совершенству. Человек побывал на Луне и теперь мечтает совершить экспедицию и на Солнце. Я хочу сказать одно, что в мире все относительно и жизнь, и смерть. Мы должны быть готовы к смерти. Но те, кто из-за страха перед смертью поддерживают преступников и злодеев, для них жизнь утратила истинную ценность. Вы, рискуя своей жизнью, помогли поймать такого опасного преступника, как Нагишлинка. Вы пример для подражания. Если бы каждый человек исполнял свой гражданский долг, как вы, мы бы давно покончили с преступностью. Отрадно, что престижная организация, такая как Центральный клуб Мумбай, назвала вас Человеком Года, получив такую престижную премию, что вы чувствуете? Каждый человек в своей жизни должен стараться совершить для своей страны какое-то доброе дело, чтобы после его смерти люди помнили о его поступке. Смотри, фотографии нашего Аджайя на первой полосе газеты. Ты так радуешься, как будто его фотографию впервые опубликовали. О нашем сыне постоянно пишут в газетах. Камла, почитай внимательно. Нашего сына впервые назвали лучшим журналистом Года. Счастье-то какое! Слава Всевышнему! Слава! Доброе утро, отец. Все это благодаря вашему с мамой благословению, отец. Сынок, мы воспитывали вас с твоим младшим братом Вишалом одинаково, но он не стал таким, как ты. Когда мы с мамой читаем о тебе в газетах, видим твои фотографии, нас переполняет гордость. А Вишала нам даже стыдно называть своим сыном. Не понимаю, чем вам не угодил Вишал? Но что плохого в том, что парень увлекается музыкой? Что плохого? Ты избаловал его своей любовью. Если ты и впредь будешь поддерживать его пустое увлечение, он ничего в жизни не добьется. Не волнуйся, отец. Насколько я понимаю, Вишал не собирается становиться профессиональным певцом. Получит образование, устроится на работу и забудет о своем увлечении. Ну ладно, мне пора на работу. Идем на тварь. Сэр, вы просили меня напомнить, что вы должны пойти за покупками с Марией. Да, я прекрасно помню, но дочка только что звонила. Сказала, что не пойдет за покупками, а будет гулять с подругами. Сэр, вы просили меня напомнить, Чексон, Чайсон, Сачин, Хазар, Шарук, Амитл, Кравас, Кар. Партии мне садко булям. Сэр, вы просили меня напомнить, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет. Не надо. Нет. О, нет. Ключ. Что ты делаешь? Возьми ключ. Помогите. Если ты не трус, вставай. Но я не могу. Почему? Потому что я сирота. Жалься надо мной, прости меня, братец. Называй меня Амитабх Батчан. Отпусти меня, не надо. Нет. О, Всевышний. Послушай, я буду бить тебя до тех пор. До каких? Пока на твоем теле... Что? ...не останется одежды. Не надо. Сжалься надо мной. Господи. Пожалуйста, спасите меня. Тихо. Тихо. Как вам понравилась моя игра? Просто бесподобно вы были так правдоподобны и убедительны. Да он мне всю клинику разгромил. Вы гениальный актер. Тогда дайте мне шанс стать кинозвездой. Шанс. Конечно. 12 лет я биваю пороги разных киностудий. Я приехал в ботинках на высокой подошве, но теперь она совсем стерлась. Прошу вас. Дайте мне только один шанс. Вот увидите. Я произведу на экране настоящий фурор. Я обязательно дам тебе шанс. Ты получишь роль, ты станешь кинозвездой. Тогда я жду аванс. Да. Но сначала нужно составить договор, потом необходимо его подписать, и только лишь потом ты получишь аванс. А пока сделай одолжение. Подожди в коридоре. Мне нужно поговорить с Сашей, договориться с ней о дате, когда мы можем приступить к съемкам. Ступай. Есть условия. Героиню фильма я выберу сам. Соглашайтесь. Конечно, как пожелаешь. Жду тебя снаружи. Просто потрясающе, Мария, что ты влюбилась с первого взгляда. Я думал, такое бывает только в кино. Невероятно. Не только в кино, но и в настоящей жизни. Что? Уж поверь мне, я знаю, что говорю, ведь моя любовь к тебе тоже возникла с первого взгляда. Что ты несешь, старый барабан? Думай, прежде чем что-то сказать. Мы здесь не одни. Да кто вообще может тебя полюбить? Ты на себя посмотри, кожа до кости. Смотреть страшно. Но я люблю тебя. Поверь, доктор взял тебя на работу только из-за жалости. Иначе неизвестно, где бы ты был. Ходил бы по кругу с шапкой и собирал милостыню. Прочь с моих глаз. Ты мой повелитель. Скажи, Мария, когда, где и как ты познакомилась с Вишалом, принцем твоей мечты? Скажи мне. Дядя, я ходила на его выступление. Вот как выходит, он певец и танцор. Да, дядя. Мария, тебе очень повезло. Ты полюбила музыканта. Знаешь, люди творческих профессий очень эмоциональны. У них открытое доброе сердце. И если не однажды кого-то полюбят, то будут любить всю жизнь. До самой смерти. Уж поверь мне. Отец, почему ты выключил музыку? Как тебе не стыдно? Скачешь, как обезьяна. Сейчас самое время учиться, чтобы стать образованным человеком. Ты постоянно ругаешь нашего сына. Откуда столько ненависти к музыке? Разве это музыка? Вот в наше время была музыка, от которой сердце замирало. Но, отец, необходимо знать все направления в музыке. Пойми, сынок. Отец. Отец, я уезжаю на два дня в Дели на пресс-конференцию. Хорошо. Братец, желаю счастливого пути. Пока, мама. Береги себя. Значит, сегодня у тебя день рождения. Поздравляю тебя с ним. Как? Ты разве не собираешься на вечеринку? Послушай, Мария, без тебя я не буду разрезать праздничный торт. Разве я сказала, что не приду? Я обязательно приду. Привет, Раджеш. Здравствуйте, дядя. Как ты? Спасибо, хорошо. Ладно, Мария, пока. Пока. Дочка, зачем сюда приходил этот парень? Дядя, у него сегодня день рождения, он пришел меня пригласить. Не знаю, но он почему-то мне не нравится. Лучше держись от него подальше. Но, дядя, он всего лишь мой друг. Ну, ладно. А тот, другой, твой певец, которого ты полюбила. Как ты и сказала его имя? Вишал. Точно, Вишал. Ты с ним больше не встречалась? Пока еще нет, дядя. Но если судьба сведет нас вместе, то он обязательно полюбит меня. Вот увидишь. Прошу прощения. Чем могу помочь? Мне нужен номер. Одно или двухместный? Одноместный. Ваш имя, сэр? Как вас зовут? Господин Санджай Мальхотра. Откуда? Из Пуны. На сколько дней приехали? На два дня. Вверх по лестнице. Спасибо. Друг, я считаю тебя своим учителем. Кто-кто, ты умеешь клеить девушек. Скажи, с той девушкой, с которой ты познакомился 31 декабря, у тебя с ней что-нибудь было? Ты ведь не пропускаешь ни одной юбки. Скоро и она будет моей. Сегодня я встречался с ней, наговорил ей, что сегодня у меня якобы день рождения. Она должна сюда прийти с минуты на минуту. Господин, вам что-нибудь еще нужно? Нет, нет, ничего не нужно. Можно мне уйти? С чего вдруг? Куда ты торопишься? Господин, моя жена заболела, мне нужно уйти домой пораньше. Ладно. Вот, возьми. Спасибо. Ну ладно, друг, мне тоже пора. Тороплюсь в аэропорт. Правда? Куда ты улетаешь? Да, уезжай на два месяца в Сингапур к старшему брату. Ну, пойду. Счастливо оставаться. А тебе хорошо развлечься. И тебе того же. Спокойной ночи. Пока, друг. Пока. Пока. Нагешлинка, у меня дурная весть. Я знаю. Нагешлинка, чье имя наводит ужас на весь город, даже сидя в тюремной камере, в курсе всех событий. Мне уже сообщили о том, что убили Раджеша, брат Саттар. Как ты думаешь, кто его мог убить? У Раджеша не было врагов. Я уверен, что мой враг отомстил мне, убив моего брата. Ты не беспокойся. Я найду и прикончу того, кто отнял у тебя брата. Это тебе обещает Саттар Пратхан. Саттар Пратхан. Стой. Остановись сейчас же. Остановись. Водить научись. Заткнись. Что ты сказал? Саттар Пратхан. Стой. Стой. Стой! КОНЕЦ Сэр, инспектор Киран Чоутхари, разрешите доложить о дежурстве? Садись. Спасибо, сэр. Мисс Киран, ты, наверное, слышала имя известного контрабандиста Нагиа Шелинка. Да, сэр. Это тот самый, которого арестовал журналист Аджай Варма. На прошлой неделе был убит его родной брат Раджеш Линка. Полиция до сих пор не вышла на след убийцы. Расследовать это дело поручаю тебе. Надеюсь, ты быстро вычислишь убийцу и передашь его в руки правосудия. Я сделаю все, что в моих силах. Ты свободна. Есть, сэр. Послушайте. Да. Я инспектор Киран Чоутхари, веду расследование убийства Раджеша Линка. Как твое имя? Кишанлал. Согласно полицейскому досье, ты здесь давно работаешь. Да. Кто еще живет в доме? В настоящее время только я. 13 июня ночью я говорю о той ночи, когда был убит Раджеш Линка. Кто еще приходил в дом? Приходил друг господина. В тот вечер они выпивали вместе. Что произошло потом? Они остались сидеть вдвоем, а я ушел домой. На следующее утро я узнал, что господина убили. Но я хорошо запомнил лицо друга. Ты сможешь узнать его, если вдруг снова его увидишь? Да, узнаю. Хорошо. Если вдруг ты где-нибудь увидишь его, немедленно позвони в полицейский участок и сообщи мне. Да, госпожа. Я не могу больше бегать за Вишалом. Тогда забудь его. Подруга, не так легко его забыть. Ну вот и вдруг вздумала забыть. Не прикасайся ко мне. Наша Мария совсем загрустила. Вишал не обращает на нее никакого внимания. Дочка, на дорогах любви нельзя так быстро падать духом. Дядя, я устала. Не представляю, как мне покорить его сердце. В делах сердечных советчиков не бывает, Мария. Меня осенила прекрасная идея. Что я говорил? В делах сердечных советчиков не бывает. Его слушать значит себя не уважать. Поверьте мне. Тем не менее, я хочу послушать. Ух ты, какая прекрасная идея. Чем тебе не нравится, Мария? Почему ты ее игнорируешь? Красивая, образованная. Что тебе еще нужно? Ну и что с того, что она красивая и образованная? Для меня еще важны культура поведения и воспитания. Ее образ жизни и стиль в одежде не соответствуют нашей культуре. Она слишком европизирована. Как бы там ни было, но она любит тебя. Признаюсь, она мне тоже не безразлична. Она нравится мне. Но что касается любви, то я смогу полюбить только настоящую индийскую девушку. Продолжение следует... Что ты о себе возомнила? Что ты хотела доказать поцелуем у всех на виду? Что ты девушка легкого поведения? Возможно, ты думала, что мое сердце растает от твоей подобной выходки, но ты сильно ошиблась. Я не из таких парней. У тебя всего лишь имя индийское. Западная культура вскружила тебе голову. Мы не можем быть вместе, потому что у тебя плохой вкус и дурные манеры. Мы совершенно не подходим друг к другу. Запомни раз и навсегда. Твоя одежда, твоя прическа не производят на меня никакого впечатления. Ясно? Если у девушки нет ни капли стыда, то какой бы красивой она ни была, ей никогда не покорить моего сердца. Понятно? Возможно, ты думала, что мое сердце растает от твоей подобной выходки. У тебя всего лишь имя индийское, западная культура вскружила тебе голову. Если у девушки нет ни капли стыда, то какой бы красивой она ни была, ей никогда не покорить моего сердца. Ясно? Мария? Мария. Что с тобой, дочка? Почему ты плачешь? Я в первый раз вижу слезы в твоих глазах. Поделись со мной, что случилось. Вишал обидел тебя? Вишал дал мне пощечину. Что? Как он посмел поднять руку на мою девочку? За что он дал тебе пощечину? Чтобы произвести на меня впечатление, я поцеловала его в щеку. Понятно. Скажи мне, дядя, разве поцелуй это какой-то грех или преступление? Конечно, нет. Но его поведение говорит о том, что Вишал порядочный парень из хорошей семьи. Послушай, дочка, поцелуй не является грехом или преступлением. Но для Вишала это неприемлемо. Он считает это дурным тоном. Ты сильно его любишь, дочка? Тогда слушай. Если ты хочешь покорить чье-то сердце, тогда постарайся понять, что ему по душе. Стань такой, какой хочет видеть тебя Вишал. Поступай так, как нравится ему. И рано или поздно он обратит на тебя внимание. Ты прав, дядюшка. Так-то лучше. Теперь постарайся преобразиться. Я знаю, у тебя непременно получится. Сэр, я написал статью о неспособности полиции раскрыть дело об убийстве Раджа Шалинка. Прочтите, пожалуйста. Хорошо, иди. Да, сэр. Мистер Аджай Варма, ты арестован. В чем моя вина? Ты преступник. Ты сам прекрасно знаешь, в чем твоя вина. Прямо сейчас ты должен последовать за мной. Идем. Почему вместо полицейского участка ты привезла меня сюда? Чтобы сказать тебе, что если в твоей жизни кроме газеты есть еще кто-то, тогда почему за последние два месяца ты мне ни разу не позвонил и даже не попытался узнать, как я поживаю? Почему? Так вот, в чем моя вина. Да, Аджай. Может, у тебя появилась какая-то другая девушка? Такого просто быть не может. Я знаю. Тогда улыбнись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, ты считаешь, что поступило правильно, упрятав нашего человека в тюрьму? Ты, кажется, забыл, что мы люди Сатара Протхана? Если среди бела дня нападают на инспектора полиции, тогда что говорить о безопасности простых людей? К сожалению, в нашей профессии такое бывает. Идем. Господин Аджай Варма, я могу войти? Вы обвинили меня в торговлю наркотиками. Вы обвинили меня в торговле наркотиками. Напечатали мою фотографию на первой полосе газеты. Пришел выразить свою благодарность. Я не предлагал тебе садиться. Хорошо, что предупредил. К тому же этот стол не по мне. Сатар Протхан садится только в двух случаях. В суде, когда решается вопрос жизни и смерти человека. И в доме терпимости, когда прихожу послушать пение Мунни Пхай. От такого подлого человека, как ты, не приходится ожидать большего. Когда я имею дело с такими людьми, я сначала делаю их копии гороскопов. Твой отец был бандитом в квартале красных фонарей и погиб собачьей смертью от полицейской пули. Спокойно. Удивлен увидеть в руках журналиста пистолет. Но я им владею на законных основаниях. У меня есть лицензия. Он нужен мне для того, чтобы расправляться с такими непрошенными гостями, как ты. Убери свой пистолет, иначе я могу пристрелить тебя. Но сейчас я этого делать не стану. Потому что я хочу острым лезвием пера резать головы таким негодяям, как ты. Уж больно ты гордишься силой своего пера. Надеешься таким способом покончить с преступностью? Но, к сожалению, твоим мечтам никогда не сбыться. Потому что очень скоро с тобой будет покончено. Запомни это. Такие ограниченные людишки, как ты, не могут оценить силы пера. Истинный журналист своим пером пишет историю страны и народа. И его труды становятся бессмертными даже после смерти. А такие люди, как ты, Саттар, умирают либо от руки полиции, либо от рук своих врагов. Прежде чем уйти, послушай мой совет. Бросай торговлю наркотиками. Лучше займись хорошим делом. Потому что между тобой и проституткой нет никакой разницы. В подобных делах тебя любой может обмануть, да и грязные деньги могут в любой момент закончиться. И тогда, когда за душой не будет и гроша, тебя будет ждать постыдная смерть на улице красных фонарей. Боюсь, тебя будет ждать та же участь, что и твоего несчастного отца. Надеюсь, ты меня понял. Конечно, понял. Прекрасно понял. Привет, друзья. Привет. 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 В чем дело, друзья? Почему вы молчите? Послушай, Решал. Тебе лучше с нами не общаться. Мы больше не друзья. Почему? Что случилось? Подумай сам. Человеку с черствым сердцем никогда не стать настоящим артистом. Ты подло поступил, ударив Марию по лицу. А она поступила по-вашему правильно? Вы знаете, я не люблю западную культуру. И я ни за что не потерплю, чтобы девушка меня прилюдно целовала. Ты мог сказать ей об этом? Зачем надо было бить ее по лицу? Санджу, может, наш Решал и вправду влюбился в Марию? Ты ошибаешься. Ничего подобного. Раз девушка тебе безразлична, тем более зачем ты ее ударил? Послушай, Решал, мы сможем простить тебя только при одном условии. Тебе придется пойти домой к Марии и попросить у нее прощения. Ладно, ради своих друзей. Я готов пойти на все. За дружбу! Ты должен принести все лекарства, которые я перечислил, понятно? Слушаю. Сэр, меня зовут Решал. Я бы хотел увидеться с Марией. Она сейчас дома? Значит, господин Решал собственной персоной. Я доктор Дэвид Гомес, дядя Мари. Очень рад с тобой познакомиться. Я тоже очень рад. Мне очень приятно видеть тебя здесь. Спасибо, сэр. Мария много о тебе рассказывала. Ты очень нравишься, она без ума от тебя. Сэр. Давай присядем. Нет, сэр, вы не можете рассиживаться. Почему? Потому что вас в клинике ждет очень тяжелый больной. Действительно. Спасибо, что напомнил. Вишал, я должен как можно скорее ехать на работу, так бы я с радостью с тобой пообщался. Франсис? Да, сэр. Передай госпоже Марии, что пришел Вишал и что он хочет ее видеть. Хорошо, сэр. До свидания, Вишал. Рад с тобой познакомиться, еще увидимся. До свидания. Береги себя. До свидания. Всего доброго. До свидания. Идем, оставь его в покое. Прости меня, Мария. Я вчера наговорил лишнего. Прости, я погорячился. Я виноват перед тобой. Прости меня. Нет, Вишал. Ты правильно поступил. Смотри, я изменилась благодаря тебе. Я похожа на настоящую индианку. Признайся честно, Вишал. Ты ведь тоже любишь меня. Но между нами стояла стена недопонимания. Возможно, сегодня она рухнула. Добрый день, дядя. Здравствуйте, тетя. Проходи, дочка, присаживайся. Дочка, я на тебя обижена. Почему, тетушка? В чем я провинилась? Сколько дней назад тебя перевели в наш город. И только сегодня ты нашла время нас навестить. Простите, тетушка. Как поживают в деревне твои родители? Хорошо. Они часто о вас вспоминают. Привет, Кирин. Здравствуй, невестка. Прости, братец. Будущая невестка. Не ожидал тебя здесь увидеть. Что ты говоришь, братец? Это ее будущий дом. Она может приходить к нам в любое время. Мама, я верно говорю? Разумеется, сынок. На самом деле, я хотела поговорить с тобой об убийстве Раджеша Линка. Хорошо. Поехали в офис, там и поговорим. Да. Матушка, до свидания. До свидания. Пока, невестка. Пока. Видела мама. Братец привел невестку. Слава Всевышнему. Девушка, знаешь, тебя кто-то сглазил. Я отчетливо вижу какую-то черную фигуру. Ты должна быть на чеку. Череп предупреждает тебя об этом. Проходите, колдун. Я вам уже все рассказала о сумасшествии Амита. Пожалуйста, прочитайте священное заклинание, чтобы он поправился. Прошу вас. Все будет в порядке, девочка. Абракадабр-бум. Присаживайтесь, я сейчас приду. Череп, слушай мои заклинания. Слушай. Сердце к звездам вдаль стремится, душа рвется ввысь. Значит, это он сошел с ума из-за того, что ему не дали шанса стать звездой. Приветствую вас, заклинатель. Держи. Держу. Попался. Теперь я тебя поймал и уже не отпущу. Заклинателю моляю, отпустите меня, иначе я задохнусь. Но сначала я должен изгнать дух заблуждения. Я знаю, что ты одержим опасным кинопризраком. Скажи, как он проник внутрь тебя? Как давно ты мечтаешь стать звездой? Говори, иначе я прямиком отправлю тебя на кладбище. Говори или гореть тебе в огне. Ты должен забыть о своем пристрастии, сжигающем тебя изнутри. Ты слышишь меня? Что вы, колдун, отпустите его? Это не Амит, это наш слуга Ананду. Тогда где же Амит? Он в доме. Отдай мне череп. Прочь! Откуда ты только взялся на моем пути? Жизнь моя. Игрушка в лапах у судьбы. Не видать мне славы. Кинозвезды. Я служитель Кали из Калькутты, пришел освободить тебя. Сломлен я, раздавлен, дико одинок. Потерялся в дебрях, никто мне не помог. Жизнь моя, игрушка в лапах у судьбы. Не видать мне славы, кинозвезды. Это очень сильный колдун. Вот увидишь, он в два счета вылечит Амита. Вот увидишь. Повернись. Заговариваю тебя на волшебном черепе. Внимай каждому моему слову, смотри мне прямо в глаза. Слушай меня внимательно. Внимай каждому моему слову. Смотрите в глаза. Что я вижу? Известный киногерой в роли колдуна? О чем ты? У тебя такие выразительные глаза. Прямо как у настоящего киногерой. Почему ты согласился на маленькую роль колдуна? Впервые в жизни меня по-настоящему оценили. У тебя утонченная натура, ты талантливый человек. Я тоже мечтал стать актером, но мне никто не дал шанса. И тогда, чтобы не умереть с голодом, мне пришлось стать колдуном. Я начал дурачить людей. Выходит, что я на самом деле могу стать звездой. Конечно можешь. У тебя лицо как у Амира Кхана. Фигура как у Говинды. Походка как у Амитаб Хабачина. Ты настоящий талант. Молодец. Но кто сделает меня героем? Кто даст мне шанс? Поверь, многие почтут за честь предоставить тебе такой шанс. Вот некоторые из них. Хозяин, кого будем из него делать, Говинду или Амитаб Хабачина? Сначала Амитаб Хабачина, потом Говинду начали. Нет, не надо. Отпустите меня. Скорее уноси ноги, пока цел. Дорогой, ты в порядке? Моя жизнь игрушка в лапах у судьбы. Болезнь снова прогрессирует. Подойди ко мне. Слушаюсь, хозяин. Не видать мне славы, кинозвезды. Сегодня я принес тебе хорошую весть, Нагешлинка. Неужели умер Аджай Варма? Но его жизнь висит на волоске. Его дни сочтены. Мой брат Анвар вернулся из Гонконга. Очень скоро я сообщу тебе, что журналист Аджай Варма был жестоко убит. Нет, Сатар, нет. Я не хочу его смерти. Я хочу, чтобы он жил. Но я хочу, чтобы его жизнь была хуже смерти. И когда я выйду из тюрьмы, я хочу увидеть его в инвалидном кресле, жалким и беспомощным. Хорошо, Нагеш. Будет так, как ты хочешь. До встречи. Слушаю. Говорит Киран. Господин комиссар дал мне досье. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Что-то серьезное. Кажется, ты чем-то взволнована. Ты в порядке? Я не хочу говорить об этом по телефону. Лучше постарайся приехать ко мне домой. Хорошо, я еду. Киран. 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 а уходим ты в порядке да кто были эти люди не знаю возможно это люди на геша линка аджай как хорошо что ты вовремя приехал раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре повторяйте за мной раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре в чем дело что-то случилось проблемы с марией нет ребята для меня самая большая проблема мой отец он слишком консервативен его взгляды как у столетнего старика в эпоху компьютеров продолжает слепо следовать традициям а тебе какое до этого дела самое непосредственное зря ты так говоришь еще вчера он считал меня непутевым сыном а сейчас когда он узнает что я полюбил девушку христианку по имени мария и что я мечтаю сделать ее своей женой ты не представляешь что тогда будет в доме разразиться настоящий скандал что же тогда делать я хочу знать как ты поступишь если твой отец не примет меня в семью послушай мари любовь сильнее кровных уз ради тебя я готов на многое если понадобится я смогу даже оставить родительский дом я люблю тебя решал я люблю тебя мария я безмерно рад дочка что решал тебя по-настоящему любит и ради вашего счастья готов даже пойти против поля отца но пойми дочка общество не признает те браки которые заключаются против поля родителей без родительского благословения нет я не хочу чтобы вишал ради тебя уходила из дома потому что если такое случится ваша любовь будет опозорена дочка люди будут осуждать вишала что он из-за девушки отказался от родительской любви ушел из дома отца я ничего не понимаю дядя подскажите как мне быть не беспокойся дочка я сегодня же пойду в дом вишала и поговорю с его отцом о вашей свадьбе уверен что все будет хорошо уверен ни о чем не волнуйся доброе утро здравствуйте я хочу встретиться с дэвом прокашем слушаю вас я дэв прокаш прекрасно меня зовут дэвид гомес мне нужно с вами поговорить внимательно слушаю вас не буду ходить вокруг да около поэтому перехожу прямо к делу моя племянница и ваш младший сын вишал любят друг друга что да поскольку я дядя девушки поэтому пришел к вам чтобы поговорить об их свадьбе но девушка христианка не может быть невесткой в нашей семье послушайте дэв прокаш сейчас времена изменились к тому же мы не должны приносить любовь к жертву кастовым интересам подбирайте выражение господин дэвид как вы смеете оскорблять меня в моем же доме как бы не изменился мир вокруг но честь моей семьи превыше всего послушайте пожалуйста не вставайте преградой на пути любви вашего сына иначе потом пожалеете господин дэвид я не желаю слушать ваши нотации пожалуйста оставьте мой дом по-моему вы забываетесь не кричите я раскусил вас наверняка ваша племянница дурного поведения и вы не можете найти ей жениха поэтому вы решили захомутать моего сына прекратите с меня довольно дэв прокаш порядочный человек даже продажную женщину не назовет распутный вы мою племянницу оскорбили назвав ее девушкой дурного поведения что вы себе возомнили я очень скоро найду для своей племянницы завидного жениха и устроим пышную свадьбу и вас я обязательно приглашу я утру вам нос дядя вы ходили в дом решала вы поговорили с его отцом почему вы молчите дядя скажите что случилось дочка я искал цветок в безжизненной пустыне разговаривал о солнечном свете со слепым в этом доме живут бездушные люди для них традиции превыше всего ты никогда не будешь там счастлива дочка тебе придется забыть вишала нет не говорите так дядя вы требуете невозможного пойми дочка если в твоем сердце осталось ко мне хоть немного любви и капли уважения тебе придется поступить так как я тебе скажу дело зашло слишком далеко отец вишала глубоко оскорбил меня я должен дать ему достойный отпор я выдам тебя замуж за парня из нашего круга я должен доказать этому деву прокашу что и в нашем обществе есть достойные женихи поэтому я решил немедленно выдать тебя замуж за сына моего близкого друга десузы альберта нет дышал да папа кто такая мария мы с ним дружим сегодня приходил ее дядя он говорил о вашей свадьбе отец мари из хорошей семьи к тому же я люблю ее и если приходил ее дядя чтобы договориться о нашей свадьбе то что в этом плохого замолчи по твоему я должен этому радоваться но религии культура связаны так тесно друг с другом как тело с душой девушка христианка никогда не станет невесткой в моем доме никогда отец я не верю в эти религиозные различия мешал что за вздор ты несешь как ты разговариваешь со своим отцом ты лучше не вмешивайся он высказал свое мнение теперь ты сынок слушай меня внимательно послушай вешал до сих пор все решения в этом доме принимал я один ясно если ты не хочешь считаться с моим мнением тебе придется оставить мой дом довольно у тебя на все один ответ уходи из дома ради своего упрямства ты готов поломать мне жизнь но если ты по-прежнему хочешь чтобы я ушел из дома хорошо я уйду вешал вешал ступая к себе в комнату отец не волнуйся вешал не понимает что творит я с ним поговорю я ни за что не допущу чтобы он причинил тебе боль своим безрассудным поступком прости меня я не сержусь на тебя не сержусь что ты меня ударил но ты ведь знаешь нашего отца он человек старых взглядов ради его спокойствия я не собираюсь жертвовать своей любовью я не против твоей любви вешал но ты никогда не должен забывать с кем ты разговариваешь ты не смеешь повышать голос на родного отца знаешь как больно ты его ранил мне действительно очень жаль но отец объявил о своем решении он велел мне оставить его дом любовь не знает границ она не признает никаких религиозных различий но вряд ли кто-то сможет убедить в этом отца время прекрасный лекарь то что сейчас нам кажется невозможным со временем все станет на свои места наберись терпения я уверен что отец изменит свое решение сердце отца растает и он обязательно признает марию своей невесткой успокойся пойдем лучше обедать нет брат идем что с тобой мария ты неважно выглядишь дядя хочет выдать меня замуж за другого значит ты принесла мне приглашение на свадьбу пожалуйста вешал постарайся меня понять что ты хочешь мне сказать что твой дядя договорился твоей свадьбе не спросив твоего согласия если бы это было так тогда бы я к тебе не пришла я очень уважаю дядю поэтому не могла ему ничего сказать но я так сильно тебя люблю что не смогу без тебя жить не понимаю чего ты хочешь что вы мучаете друг друга у вас только один выход вам нужно зарегистрировать свой брак рохит верно говорит вешал а дядя рано или поздно признает наш брак как мария вышла замуж завишала но как она осмелилась пойти против меня наверное она правильно поступила у нее своя жизнь и лучше знать что для нее хорошо а что плохо я такой чтобы вмешиваться ее личную жизнь вы плохо не думаете дядя она вас очень уважает но она вынуждена была так поступить у нее просто не оставалось другого выхода дядя если бы вы выдали ее замуж за кого-то другого для нее это было бы равносильно самоубийство браки заключаются на небесах вам лучше смириться и признать их брак ведь без вашего благословения он будет неполноценным пожалуйста сэр простите марию меня дядя я так виновата не дочка не надо я на вас нисколько не сержусь на самом деле вы правильно поступили я по глупости чуть было не погубил ваше счастье ты уберегла меня дочка ведь я мог совершить большой грех да благословит тебя господь будьте счастливы будьте счастливы дети мои брат брат я хочу с тобой поговорить слушаю брат дело в том что я женился на марии я знаю что тем самым причинил тебе боль но я должен был так поступить дядя собирался выдать марию за другого мне пришлось принять такое решение дядя мария знает об этом да брат он признал наш брак но пока наши родители не признают его мы не сможем быть до конца счастливы я не смогу сказать об этом отцу может тебе удастся уговорить его тогда я смогу привезти в дом марии не беспокойся я поговорю с ним спасибо брат все будет хорошо приведи марии хорошо брат никогда я ни за что не позволю войти этой девушке в наш дом и не надо их защищать аджай нашей семье никто не прибегал государственной регистрации брака уму непостижимо мы всегда жили в обществе с высоко поднятой головой завтра когда все узнают об этом браке нас будут осуждать мы просто сгорим от стыда если сын не уважает своих родителей он не достоин считаться сыном теперь для меня остался только один сын ты отец не спешите с решением случилось то что должно было случиться неужели ты думаешь что не пустив вишала на порог своего дома нашу семью не осудят за это в обществе браке вишала и марии нет ничего предосудительного что бы ты ни говорил что бы ты ни делал вишал все равно останется твоим сыном а мария будет нашей невесткой я считаю что нам лучше простить вишала и признать марию своей невесткой так будет лучше раз ты настаиваешь то пусть будет так отец отец это мария будьте счастливы мама это мария будьте счастливы долгих лет дочка и также отец надеюсь ты простишь меня мария это мой старший брат аджай мария но СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я знакомая, Раджеша. Забудь все, что ты здесь видела. Если проболтаешься, тебя будет ждать та же самая участь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты? Зачем ты явился сюда? Тебе не повезло. Ты стала женой моего брата и вошла в мой дом. Но я не могу рисковать своей жизнью, поэтому ты должна умереть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летнее кафе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА